Так, ну после Скандинавии давайте теперь переедем немножечко на Русь, потому что Русью я занимаюсь, и эта тема мне близка. Но немножко мы будем привлекать, конечно, материалы по соседним территориям, но в основном это то, что вот у нас на Руси и на территории, так сказать, современной России, Российской Федерации. Пожалуйста, дальше. Ну начать хочу с того, что, конечно, бусики — это тема очень личная, очень близкая к сердцу. Как я уже сказала, только бескорыстные любительницы бусиков могут собраться в такое время, чтобы их обсудить, чтобы на них посмотреть. Ну короче говоря, когда я первый раз попала на исторический фестиваль в качестве зрителя в 2009 году, то вот что меня поразило — это колорит, который царил на фестивале. Ну мы к этому все уже сейчас привыкли, а тогда для меня это было прям нечто, какое-то удовольствие, кайф для глаз. Натуральные цвета ткани. Тогда все еще натуральными красителями красили очень плохо, все было такое совсем бледное, а в основном по случаю жары все было просто домотканное. Вот, потом оттенки дерева благородные, глины глиняной посуды, кованого железа, все такое пастельное, такие мягкие тона натуральные. И тут что я вижу? Девушку в бусиках, такие яркие, такие как калейдоскоп, такие все перемешанные цвета, все такое яркое, многоцветное, пестрое. Вот я честно скажу, я сначала подумала, что, наверное, это какая-то такая начинающая реконструкторша, которая нацепила какую-то китайскую пластмассу. Вот, у меня просто вот даже совершенно не возникло мысли, что это могут быть аутентичные бусы, по аутентичным технологиям сделанные и совершенно соответствующие по цвету находкам. Ну, потом, короче, я прошла по фестивалю, увидела, что в таких бусах ходят абсолютно все, и поняла, что, ну, видимо, да, это действительно так. Ну, а потом, когда увлеклась, собственно, реконструкцией, стала смотреть источники, и вау, да, они все такие яркие, все такие разноцветные, какие крутые. Ну, в общем, да, бусики — это была любовь, ну, почти что, с первого взгляда. Пожалуйста, следующий. И еще одну, еще один вопрос тоже, который мне всегда волновал, это, собственно, как они распределялись по хронологии, эти бусики. Потому что эпоха викингов, да, у нас, по сути, два с половиной века, девятый, десятый и первой половины одиннадцатого века. Вот меня всегда интересовал этот вопрос, а вообще менялась мода на бусики, на Руси? Или внучки и правнучки могли носить то же самое условно, что и их бабки и прабабки? Или все-таки какие-то типы бусов, бус носились, какие-то типы бус уходили из обихода, как собирали с ожерелья, как, ну, что вообще было в ходу, что было принято, что было модно? Вот этот вопрос меня всегда заботил. Особенно, вот знаете, опять же, это очень лично, я еще одну позволю себе вспомнить историю. Ну, короче, на заре моей реконструкторской юности мои одноклубники в другом еще клубе, не в Фордренире, подарили мне бусы на день рождения, уже готовое ожерелье. Вот, ну, я тогда делала Карелу, они на Карелу не стали там как-то беспокоиться, подбирать на Карелу, они просто подарили, сказали, вот, на Новгород нам мастер набрал. Ну, конечно, красиво было на Новгород, да, такая очень красивая, из явно дорогих бус низко. Но, знаете, я потом стала разбираться, ну, Новгород, 10 век, да, я делала Карелу, 10 век, и что, что мне дали, короче, нет, 11 век, да, 11, вот, в общем, что там было в этой низке, типа, на Новгород, 11 век, там были бусы и на Новгород, 10, и на Новгород, 12, и даже чуть ли не 13 век. И одна была очень красивая, мозаичная, вот, Наталья показывала, это вот норвежское ожерелье красивое, из мозаичных бус, вот, одна такая же буса была, конечно, совершенно роскошная, но, к сожалению, в Новгороде я таких вообще, так до сих пор, за столько лет в реконструкции, да, я так и не видела источников на таких бус в Новгороде, но зато увидела в Норвегии, ну, и, в общем, поняла, что это была в основном тема такая-то, едва ли не для детей, 9 века, если, дай бог, для 10-го, ну, короче, ожерелье было крутое, но оно было все вот хронологически очень разнородным, ну, поскольку сейчас у нас в реконструкции в отечественной явный тренд на то, чтобы комплекс укладывался в 100 лет, а еще лучше в 50 лет, то, в общем, нужно подходить к выбору ожерелья трезво, мы обычно этот комплекс хронологически по литью, да, собираем, ну, по башмакам, да, по обуви, там, считается не комильфой, если у вас есть, у вас там литье все на 10 век, а ботинки при этом почему-то оказываются ладога 9 или даже 8 век, считается, как бы, это нехорошо, но я, в общем, хочу призвать всех так же скрупулезно отнестись и к составлению ожерельей, пожалуйста, дальше. В общем, да, бусики на Руси, это была всегда, конечно же, импортная история, да, это была привозная заграничная штучка, и, казалось бы, с одной стороны, поскольку вся Русь получала бусики импортные, то, ну, по идее, они должны быть на всех территориях одинаковые, но на самом деле, как бы, не совсем это так, поскольку были центры, куда явно привозили сначала бусики, а потом эти бусики оттуда растекались по периферии, по, так сказать, провинции. Ну, и вот в более таких глухих местах можно увидеть определенное запаздывание, да, то есть то, что было в центрах, в городах крупных торговых модно в 10 веке, то вот до периферийных земель, скажем, до каких-нибудь родимических территорий, виатических, вот оно, дай бог, до 11 века дойдет, а то и чуть позже. То, какие бусы, какие типы бус преобладали в том или ином, на тех или иных территориях, в общем, это зависело от того, с кем торговали, очевидно, потому что по происхождению бусики могли быть из разных мест. Если мы говорим о 9 веке, то в 9 веке на Русь поступали в основном бусы из Египта или, ну, сирийские условно, в общем, с территории современной Сирии, с Ближнего Востока. Египетские были из такого глухого непрозрачного стекла, это были бусы, которые в основном изготавливались из палочек, то есть это разнообразные бусы в мозаичной технике, также, по-моему, глащатые тоже сюда некоторые относятся, если я не ошибаюсь. А сирийские бусы делались из трубочек, то есть в основном это техника, когда их вращают. Ну и, в общем, эти два типа были самыми популярными для 9 века. Но к 10 веку их популярность несколько уменьшается, и их экспорт. Но в 10 веке зато появляются... Египетские вообще раньше уходят, сирийские дольше задерживаются до конца 10 века. Но в 10 веке же появляются уже первые византийские бусы, их еще пока мало, но они вот уже есть. И 11 век — это господство византийских бус, что, в общем-то, неудивительно, поскольку, как мы помним, произошло крещение Руси, и в целом количество контактов, в частности, торговых с Византией, резко возросло. Ну и, соответственно, бусы тоже стали активно завозить. Вот и в этом же 11 веке уже появляются первые бусы, сделанные на Руси. Это еще такие достаточно простенькие, не особо симпатичные поделки, но вот первый шаг, так сказать. Правда, к концу 11 века киевские стеклодовы уже так заметно поднаторели, и их бусы уже, в общем-то, практически ничем не уступают византийским по красоте. И в этом же 11 веке нас эта особость уже не интересует, 12 век, но я так просто для справки скажу, что еще начинает налаживаться производство на местах бус, то есть возникают стеклодовные мастерские в Полоцке, Новгороде, в других городах, в Сееринске, в других городах. И, опять же, вот сначала такие простенькие, незрачные, а потом все более-более сложные. Ну и 13-14 век — это бусы преимущественно отечественного производства. Но когда мы говорим о хронологии бусы, о том, как корректно подобрать ожерелья на каждое из столетий эпохи викингов, то, конечно, речь идет не только о том, какие типы бус присутствовали в ожерельях, какие были наиболее типичные бусы для 9, 10 и 11 века, но еще и о том, в принципе, какая была комплектация и сколько могло быть бус в ожерельях. Ну да, ясно, что в некоторых регионах бус совсем было мало, потому что их до туда, видимо, не довозили. В иных местах было их много, но, тем не менее, все равно в общих чертах вот такую, так сказать, среднюю температуру по больнице тоже можно вывести. Можно дальше, пожалуйста. Спасибо. Вот мы видим, это по материалам севера Новгорода и Старой Ладоги, мы видим, что в 9 веке, в принципе, бус довольно много уже, но их количество возрастает резко к 10 веку. И 10 век — это царство стеклянных бус. Они становятся таким очень популярным, очень любимым украшением. И, в общем, те, кто делает именно 10 век, я думаю, что могут позволить себе немножко больше, чем те, кто делает 9 или 11. В 11 веке тоже бус много, поскольку вот с Византии контакт уже налажен, можно привозить, но, тем не менее, все равно чуть меньше, их популярность немножечко меньше, чем в 10 веке. Ну и в 12 веке тоже, как бы, видимо, вытесняются из моды другими украшениями, наверное. Да, Древняя Русь — это царство стеклянных бус, но другие типы тоже, в общем-то, встречаются. Были в ходу и бусы из полудрагоценных камней. У нас все-таки по стеклянным сегодня круглый стол, так что мы не будем останавливаться на каменных бусах. Ну, просто скажем для справки, что если подбираешь ожерелье и хочешь туда поставить не только стекло, но и сердолик, хрусталь, то это тоже нужно учитывать и нужно смотреть, в какое время это было наиболее типично. Еще есть такая тема, как янтарь. Он у нас как-то особо не раскрыт в ронятине, но, тем не менее, мы видим, что какое-то количество янтаря тоже присутствовало. Вот янтарь здесь — это вот эта вот тонкая линия. То есть уже к X-XI веку, в принципе, янтарь был. Ну и в позднее время это был доминирующий тип. Дальше, пожалуйста. Короче, я попыталась выделить немножко наиболее типичные бусы для каждого из столетий эпохи викингов и составить такие вот примерные низки, которые бы отличались друг от друга и... Спасибо. И которые бы позволили создать представление о том, что было в моде. В общем, мы их сейчас пускаем по рядам и потом возвращаем обратно, хорошо? Вот. IX век — это время, когда с бусами еще только-только знакомятся. В целом, бусы этого времени напоминают бусы VIII века, коих, в общем-то, тоже было довольно мало. И бусы в это время преимущественно сосредотачиваются в городах. То есть самый характерный пример — это Ладога. Также можно некоторые примеры в Гнездовой, Новгороде подсмотреть. Хочу сказать, что это вот все регионы, где склавянское и скандинавское население соседствовало. Мы это знаем. И, в общем, археологи, которые копали погребения на этих территориях, они утверждают, что особо принципиальной разницы в бусиках скандинавских и славянских женщин в Гнездово или в Киеве нет. То есть какие бусы были, такие они и покупали. Не так, что типа вот славяне пусть носят этот свой хрусталь, мы не будем. Нет. В общем, и скандинавские, и славянские бусы на этих территориях, в общем, они одинаковые. И более того, считается, что многие бусы как раз-таки скандинавы могли туда привозить с собой. Ну, в общем, самый характерный пример бусинной культуры IX века – это Ладога. И бусы в Ладоге в известной степени похожи на бусы Бирки. В общем, я их пускаю. Самые заметные бусы этого времени – это мозаичные бусы. Как раз-таки египетские по происхождению. Причем еще вот интересно, что именно в это время встречаются как раз прониски мозаичные. Вот вы там увидите с такими солнышками прониска. Вот позже они, в общем, почти не встречаются, почти неизвестны. Другие типы мозаичных, в общем-то, тоже еще носятся в X веке. Но IX век – это наиболее вот такое типичное. Еще можно отметить бусы из молочно-белого стекла с такими вот глазками, глазками-капельками, с ресничками. Или с полоской такой вот, красной витой полоской. Тоже все наверняка знают эти бусы. Еще интересный тип – это поперечно-полосатые бусы. Вот на слайде вот там вот видно, в этой низке верхней. У нас вот почему-то, почему-то у нас как-то они, их обходят стороной. Вот как-то не особо они представлены в комплектах, а зря. Да, потому что для IX века это прям такие очень хорошие бусы. В общем, я всех призываю требовать у мастеров полосатых бус. Ну да, потому что понятно, что у нас тоже определенное ограничение связано с тем, какие бусы делают мастера, какие бусы они поставляют, какие бусы они готовы для нас создать. Какие еще типы были в это время популярны? Это кольцеобразные, из прозрачного стекла. Вот позже их уже почти не встречается. Так называемые прессованные бусы. Это, как я понимаю, вот нижняя низка на верхнем фото. Красные, печеночно-красные, зеленые. Вот опять-таки у нас почему-то мало таких бус. Надо, чтобы было больше. В это же время появляются серебренные прониски, так называемые. Из серебряной фольги сделанной бусы. Вот там в ожерелье есть. Это ранние типы, которые изготавливают из стекла. То есть там покрытие бывает разных цветов. Прозрачные, голубоватые, желтоватые. И, как правило, довольно хорошо выраженные перехваты между отдельными частями. Ну и сама такая бусина может состоять из множества частей. То есть не только 2-3, как у меня там на ожерелье, а там такие вот длинные они могут быть. И появляются бусы-лимонки, так называемые. Это такой вот тип тоже очень распространенный на Руси. И вот он впервые возникает именно в IX веке. Но это лимонки ранние. Они довольно грубой работы. На них всегда видно на краях, вот где отверстие для нитки, на них всегда видно место от щипцов. В том месте, где их расщепляли. Это такой вот характерный признак ранних IX века. И еще вот IX века история особенно ладожская. Это бисер. Потому что вот эти все бусы, да, они были. Но их на самом-то деле было мало. На самом деле их было довольно незначительный процент. А вот бисера реально было много. И более того, сейчас уже известно, что в Ладоге в это время работала бусинная мастерская, которая, по-видимому, как раз делала такие простенькие типы бисера, бусин, которые шли в первую очередь на пушную торговлю. Да, вот с чем связана концентрация бус в Ладоге? Связано с тем, что их туда специально завозили, ну или там их делали, чтобы торговать с местным финским населением, чтобы покупать пушнину за бусы. Вот ранний бисер, он такой, довольно еще тщательно сделанный. У него блестящая поверхность, он довольно аккуратный. Чего не скажешь о бисере более позднем. Давайте следующий слайд. Короче, поздний бисер, который уже в X веке начинает распространяться, вот на его изготовлении мастера не особо парились. Он такой уже грубый, нередко не блестящий и очень однообразный по цвету. Много брака. Женщины в удаленных от бусин торговли центрах были рады и такому. Я вот вспоминаю на вскидку ожерелья из бисера с территории Беларуси. Там вот Радимичи и, по-моему, Кривичи были такие очень большие, и очень много было низок из бисера. В общем, да, более поздний бисер, он более грубый. Так что если вы хотите бисер на X и XI век, то выбирайте, какой похуже. Ну, X век, да, это расцвет популярности бус. И тут уже красивые примеры бус можно подсмотреть в самых разных местах. Не только Ладога, но еще и Новгород, Киев, Гнездово, другие города. И даже в провинции, даже в сельских курганах уже есть что посмотреть по бусикам. Чего не скажешь про IX век, где в лучшем случае одна-две бусы лежат в кургане. Это что вообще такое? Ну, на X век вот здесь есть такая совсем сборная солянка, но здесь как раз-таки все самые популярные типы. Бусы так называемые навитые с волнами. Спасибо. С волнами. Бусы, опять же, глащатые. Белые бусы с глащатой еще есть, но они уже отходят. Зато всякие другие. Появляются и желтые, и голубые. Вот, например, все знают, наверное, вот это вот в центре ожерелья из Новгорода. Я, к сожалению, не знаю обстоятельства находки. Я как-то, честно говоря, не попадалась мне нигде, как его нашли, где действительно ли вот прям такое оно было. Но везде эту фотку показывают как вот пример именно готового ожерелья. Так что я позволила себе нечто похожее собрать. Не многие знают, что там еще, на более старых фотках этого ожерелья, там еще должна быть черная бусина. Да, вот. Куда она делась? А вот куда же она делась? Видимо, все любят бусы, да. А вот, например, Гнездово, вроде там торговый город, да, много народу. А тем не менее, гнездовские бусы, они как-то, вот, знаете, они как-то не очень. Вот. В общем, гнездовское типичное ожерелье, оно у нас вот. Не раскопали еще те курганы, где в бусике в гнездово? Ну, клады, понятно, есть еще клады, да. А вот я именно про курганы читала, такие статьи довольно свежие. Вот здесь бусы. Бусы мы видим зонные, да. Синие, желтые, там зеленые, по-моему, зонные. Это тоже такая вот, особенно синие, это такая десятивечная тема. Появляются зонные синие бусы, они непрозрачные, темные, матовые. Вот это такие более типичные для десятого века. Лимонки тоже еще есть. Ну, вот, я говорю, вот у нас какие-то, как-то некоторые типы бус вообще в реконструкции не представлены совсем. И лимонки тоже вот как-то... Вот там вот верхняя, низко. Вот там, да. Я говорю, да, гнездово оно не очень, но тем не менее, в кладах тоже есть на что посмотреть. Это гнездово верхнее бусы. Вот, потом какие еще бусы? Еще беконические появляются, еще появляются вот такие вот с полосками и зигзагами. Там в ожерелье, которые с монетами, с дирхэмами, вот там, посмотрите, такая синяя буса есть. Опять же, прониски серебряные есть, но они более поздних типов. У них уже поверхность, как правило, желтая, и они сами меньше частей, имеют обычно две. И такие они поменьше. Поменьше. Вот какие еще... А, ну, конечно, еще нельзя не вспомнить про такой популярный тип, как черные глащатые с глазками в петельках. Да, вот это тоже на 10 век уже появляется. Вот, да, еще про гнездово я забыла сказать, что там в центре бусина фаянсовая, потому что в это время довольно немало гнездово-фаянсовых бус. Ну, вот, по крайней мере, то, что я посмотрела по публикациям. Вот, тоже интересная тема, опять же, у нас почти не раскрытая. Давайте дальше. Вот тут еще немножко бус на 10 век, всяких красивых. Это Киев, это северянские земли, это Беларусь. Не помню, что именно, по-моему, это Радимичи, а может, и Кривичи. Давайте дальше. 11 век. 11 век, это господство византийских бус. В целом, количество бус в ожерельях чуть меньше. Видимо, какие-то другие украшения становятся более модными. Вот, но приходят, короче, византийские бусы. И самое красивое, самое эффектное, это золото и серебро-стеклянные бусы. Причем они попадаются такими низкими, одинаковых бус. Особенно вот эти поднаторели в этом деле Кривичи, еще северяне. Там вот у Кривичей 50 бус, может быть, и 40 таких вот красивых золотых. Вот мы, все, наверное, знают эти вот красивые бусы из Гима. Вот еще кроме золотых, отмечу здесь еще один популярный 11-вечный тип. Это бусы квадратные или призматические синие с ромбиками белыми. Вот это тоже все из Византии везут. Еще вот такой тип интересный 11-вечный, как вот ежевички, как их называют. Это вот такие вот в центре бусины. Или вот на конфетки похожи. На колбасу похожи. Да, вот, вот, только синие. Ну да. Еще сохраняются черные, белые с черными полосками. Сохраняются черные с глазками в петельках. Сохраняются зонные, синие. А лимонки уже другого немного типа. Они уже более аккуратно сделаны. И считается, что такие лимонки везли из Византии. Вот еще в 11-м веке появляются первые бусы киевского производства, как я уже говорила. К концу века они уже становятся такими вполне себе достойного качества. В том числе отечественные ювелиры начинают делать уже стеклодувы, начинают делать уже имитацию золотых бус. Короче, да, к концу 11-го века уже становятся такими бусы вполне достойного качества. И они даже имитируют уже золотые византийские бусы. Правда, это так называемые псевдо-золотостеклянные бусы. То есть там на самом-то деле серебряная фольга. Обовсе не золотая. Вот тут тоже вы их увидите. Нет, нет, стекло просто желтого цвета поверх них. А сами-то они серебряные. Но это в принципе-то тоже неплохо. То есть на 10-й таких не нравится? Не, ну на 10-й они тоже уже начинают. Но вот этот, который в 11-м, это уже в большой степени отечественные бусы. Как это вообще узнают, где их делали? По составу стекла, да. Давайте дальше. Вот, ну про 12-й век я скажу немножко. Потому что так чисто обзорно. В это время тоже есть свои определенные типы, преобладающие. Особенно они вот хорошо известны по материалам Новгорода. Их тоже лучше знать, потому что, чтобы вот не попасть в просаг, не купить случайно себе поздние бусы. Вот, например, зонные бусы. Вроде как тоже синие, да, тоже зонные, ничего такого. А считается, что вот более поздние зонные, они более яркие и более блестящие. То есть вот эти можно сравнить и вот те, которые ожерелье на 10-е. Вот эти вот, например, да, вот это вот немножко разные бусы. Да, пожалуйста. Зонные бусы, они, это способ изготовления? Ну это какое-то такое вот кабинетное название. Я, честно говоря, даже затрудняюсь. Отставят между какими-нибудь клевыми большими, типа зону отделяют таких. Ну это тоже способ изготовления, как я говорила. С помощью стеклянных палочек Вася просто комбинирует комбинанцию, которая нужна. В том числе, соответственно, просто определенная технология. Это друзья-лимон. Ну то есть вот эти трубочки, которые мне делали просто из стеклянных палочек. Да, да, это все стеклянные палочки по различным клубовым алгоритмам. Вот, еще в это же время откуда-то вновь выныривают мозаичные, но более поздних типов. Вот здесь вот они тоже есть. Вот в раннее время таких нету, а в 12 веке они появляются. Да. Все, дальше. В общем, спасибо за внимание. Носите бусы, будьте здоровы. И давайте уже заказывать у мастеров правильные бусы. Больше бусиков красивых у нас. Да. Да. Все правильно. Да, да. Комбочка. Девочка, я хотел бы приехать и свою, но в итоге забыла. Я свою принесла, но мне теперь доставай, стыдно. Нет, давай доставай. Да, покажите. Да, я видела, кстати, по-моему, в одном месте видела информацию про шнурок. А больше, ну, типа нитка, типа нитки, да. А больше вообще не попадалось. Если они найдены в целом виде, они в конце концов на полу. Их работали на них гражданика. То есть они так и найдены или их так повесили? Нет, вот то, что найдено на полу, и то, что видно, оно именно вот так и найдено. Это на политике такие были, как надо кончиться. Я показывала, да. А это Скандинавия или Россия? Это гнезды. Я говорила, что они... Ну, вот, да, это гнездовские из кладов какие-то, да? Это по кладам или... Ну, вот, похоже... Ну, короче, если это по кладам, то норм вроде как. Ну, вот эти вот явно на девятый век, да? Ну, да, потому что они прозненькие, гласичные тоже были везде и всю. Да, вот эти тоже вроде на девятый век, да. Да они все гласичные, я так понимаю. Ну, вот это вот печёночные как раз-таки, это здорово и правильно. Вот, а вот эти вот типа чёрных, ну, наверное... Это не чё, то есть они лиловые. Да, на свет нужно смотреть, а не лиловые. Не, ну, вроде, мне кажется, вполне себе достойно, да. Когда я делал первое поле. Может, переехать в чуть более раннее время. У меня ещё был вопрос про местное производство. Ты сказала, киевские, да? Вот, такие фонды. Это значит, стеклоплавильные печи, вот это всё? Да, форна, да, вот эти вот форны. Ну, просто это же как бы температура больше тысячи градусов. Ну, так же как с металлом, собственно. Нет, для металла гораздо меньше нужно. Я просто к тому, что они делают уже поливную посуду. Зелёную поливную посуду я так подумала, что... В Киеве. Да, в Киеве был центр производства именно севера. То есть когда как раз вот татар-монгольское нашествие, оно предоставило. Нет, Кать сказала, с 10 века начинается производство собственной бурсы в Киеве. Да, и оно закончилось как раз, когда... Качинисты прочитали французы. А, вообще у вас есть? Ну, ты вообще не отдаешься. Ну, кстати, про зелёную посуду, зелёного стекла нет. У меня вообще не делали сетку. Нет. Я её на сырья не хватал. Нет, почему? Как раз таки... Уже есть? Она была зелёная, бревная, керамика, матрасная. Нет, я не про керамику, я про вот эти вот стаканы, вот как бирки найдены. А, я всё-таки упорю. Нормально.